Северная Корея предупредила о возможных трагических последствиях для НАТО, если Альянс продолжит, по мнению Пхеньяна, посягать на достоинство суверенитет, безопасность и интересы КНДР. Об этом сообщает Северокорейское государственное информагентство со ссылкой на неназванного представителя Министерства иностранных дел Северной Кореи. Если НАТО будет продолжать всяческие попытки посягать на достоинство, суверенитет, безопасность и интересы КНДР, одновременно с продолжением враждебной политики в отношении нее, Альянс будет нести полную ответственность за трагические последствия, которые это повлечет. В заявлении подчеркивается, что Северная Корея намерена продолжать усилия по защите от угроз со стороны США. Спикер отмечает, что критика со стороны НАТО в отношении сотрудничества Северной Кореи с Россией указывает на то, что Альянс, цитирую, намеревается выйти на первую линию противостояния с КНДР. Пхеньян также выражает обеспокоенность тем, что НАТО искажает суть украинского кризиса и вмешивается в законное сотрудничество между суверенными государствами. Спросили мы об этом у экспертов в международных вопросах, к чему это может привести, и не начнет ли корейский режим разбрасываться ракетами. Вот что нам ответил Максим Джигун. Страны, которые имеют ядерное оружие, сами по себе являются серьезными рычагами влияния на международную обстановку, и не принимать к сведению такие угрозы точно нельзя. С другой стороны, мы понимаем, что возможностей Северной Кореи для того, чтобы уничтожить другие государства, либо создать очень серьезный какой-то прецедент международного конфликта не хватает. И это страна, которая ориентируется на другие страны, к примеру, на Китай и ту же Россию. Поэтому здесь, скажем так, очаг конфликта, он не столько в Северной Корее, сколько в отношениях Запада из России, из Китайской Народной Республики. Поэтому здесь нужно искать на причины этого конфликта и понимать, что КНДР используется как какой-то доноситель информации и сигналов со стороны более серьезных, скажем так, игроков на международной политической и военной арене. Но то, что такие заявления, они большей мерой влияют на население западных стран, чем на политических лидеров, это очевидно, потому что западная политическая элита уже свыкла с идеей того, что Россия время от времени начинает бухтеть с всякими угрозами использования ядерного оружия. На это уже никто активно не реагирует. Но жители Германии либо Франции очень отслеживают эти тенденции и точно бы не хотели иметь каких-то проблем даже с авторитарными режимами и, в свою очередь, они давлят на позицию своих политических руководителей. Поэтому здесь нужна сила политического лидерства, элиты политической, которая и приходит в власти для того, чтобы решать комплексные сложные проблемы, а не давать приятные ответы там на вопросы и заявления громкие делать с высоких трибун, когда это комфортно и приятно. МИД Северной Кореи также обвинил НАТО в разжигании вражды и в попытках распространить свое влияние на Корейский полуостров и Азиатско-Тихоокеанский регион, что, по их мнению, усугубляет напряженность в этих частях мира. Продолжение следует...